В России изменились правила посадки в самолет. В России изменились правила посадки в самолет полночь. 31 РИА Новости, Кирилл Калиников, пассажиры в аэропорту. РИА Новости, Кирилл Калиников. Пассажиры в аэропорту. Архивное фото. Москва, 24 феврия новости. Российские аэропорты с 24 февраля 2019 года могут пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам, Соответствующий приказ Минтранса России вступил в силу Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон По которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта 19 февраля, 12.39 Домодедова готова обслуживать пассажиров по электронным посадочным Авиакомпании должны сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона Или разместить указанную информацию В том числе на своем сайте При этом в аэропортах останется возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе В пресс-службе столичного аэропорта Шереметьевария новости сообщили Что технически готовы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам Там добавили, что готовится план мероприятий в части организации процесса Точную дату запуска сервиса собеседник агентства не назвал 15 февраля, 18.41 прокуратура отменила новые правила поведения в московских аэропортах Представитель Домодедова сообщил РИА Новости, что аэропорт также технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам По его словам, все выходы на посадку в едином терминале Домодедова оснащены автоматизированными турникетами E-Gate, которые позволяют пассажирам самостоятельно пройти в зону предполетного контроля при входе в Международную галерею вылета или на борт воздушного судна E-Gate распознает 2D-штрих-код и QR-код как на бумажном, так и на электронном носителе Однако, с какого именно числа можно пройти в самолет по электронному посадочному, собеседник агентства не сказал Представитель Внукова сообщил РИА Новости, что аэропорт планирует начать использовать электронные посадочные талоны в 2019 году В пресс-службе аэропорта Уферия Новости сообщили, что примерно 1200 пассажиров авиакомпаний Айурлинис и Аэрофлот уже воспользовались услугой электронных талонов с конца 2018 года Там отметили, что обслуживание по электронным посадочным было введено по разрешению Минтранса, который рекомендовал ввести услугу при наличии технической возможности 15 февраля, 7-2 Российские аэропорты признали одними из самых романтичных в мире Представитель компании Базел Аэро, управляющей аэропортами Краснодарского края, рассказал РИА Новости, что аэропорт Сочи технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам Представитель Калининградского аэропорта храброго сообщила, что авиагавань работает над возможностью введения такой услуги В пресс-службе Пулкова РИА Новости сообщили, что петербургский аэропорт оценивает перспективу обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам, но пока такие услуги не оказываются Субтитры создавал DimaTorzok